У нас на связи Максим Миронов, профессор бизнес-школы Института ДМ-Пресса. Максим, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Ну как бы вы оценили влияние вот этих всех ограничений, санкций, которые вводит не только Европейский Союз, а в целом Запад коллективный в отношении Российской Федерации на уровень жизни именно россиян? Смотрите, было очень много разных санкций введено. И действительно у разных санкций эффект был разный. Например, вот вы только что обсуждали эффект эмбарго. Как это ни парадоксально, но скорее был положительный эффект для российской экономики и для возможности вести войну, потому что эмбарго начало действовать европейское в декабре, его анонсировали в июне. И представьте, что вот вам говорят, что вы не сможете через полгода покупать, ну не знаю, там любой продукт, там сахар, вот вам через полгода нельзя будет сахар покупать. Что вы делаете? Вы делаете тут же, бежите в магазин и покупаете с запасом. И это значит, что вот в какой-то момент у продавцов сахара выручка даже вырастет. И это ровно то, что случилось. Может, посмотрите, я публиковал данные в своем твиттере, а мой соавтор Элина Рыбакова публиковала данные по экспорту нефти и нефтепродуктов. Мы видим, что Россия за первые 9 месяцев этого года получила намного больше денег от экспорта нефти, газа и нефтепродуктов, чем в 2021 году, типа 30 или 40%. И как раз это было в том числе эффект и войны, потому что война вся начала полноваться, и вот этого эмбарго, который в декабре начал действовать. Данных за декабрь у меня еще нету, но мы видим уже, что в принципе Price Cup, он в принципе игрушечный. Он не является, как называется в экономике, байдинг. Байдинг – это когда у вас ограничения, вы не упираетесь. Если я вам говорю, что вставьте в магазине, у вас цена сахара опять 100 рублей, и вдруг приходит распоряжение правительства, что нельзя продавать сахар в дороже 150. Ну, люди думают, ну окей, мы и так по 100 продаем, в общем, в принципе, вы можете вводить регулирование по 150, нам разницы не будет. Ограничения нечет действовать, если, например, до этого вы продавали по 100, а вам говорят, продавали там по 80 или по 90. К сожалению, опять же, это внутренние терки в Евросоюзе. Были какие-то страны, Польша и другие, которые требовали намного более низкое ограничение, там 30 долларов за баррель, но вот сложилось 60 долларов за баррель. И пока вот прошел декабрь, это не является ограничением реально. Россия и до введения этого потока, и позже продает нефть дешевле. И тут главный союзник Украины и всего разумного человечества является даже не в этот price cap, а рецессия. То есть, в принципе, почему вот вопрос, почему это все очевидно, что Россия получила кучу денег от нефти и газа с начала войны, почему вот, в принципе, западные страны не ограничивали, а даже увеличили поток нефтедолларов в России? Ну, потому что экономика находилась в западной, в относительно хорошем состоянии, восстановились после ковида. И вот я общался с людьми, которые общались с американским трежерисом, а вот такой был от них отклик, что все боялись, что нефть подскочит за 200 долларов. То есть, если, например, мы ведем вдруг резко эмбарго на христианскую нефть, или price cap, Путин психонек везет рынка и резко на нефть подскочит. Потому что нефть – это такой неэластичный товар, спрос на нефть очень эластичен, и если вы там находитесь в стадии роста и немножко сокращаете предложение, то резкий рост цен на нефть приходит высоким ценникам на бензин, и в Америке это очень чувствительная такая проблема, и поэтому решили этого не делать. А сейчас уже в Евросоюзе рост намного ниже, чем ожидалось. Можно обсуждать это с ПАТ или не с ПАТ, рецессия или не рецессия, но очевидно, что экономика Евросоюза находится в намного более худшем состоянии, чем все планировали год назад. Другие крупные коммунки Китая тоже находятся, мягко говоря, не очень хорошо. Поэтому глобальный спрос на нефть падает, и мы видим, падают цены на нефть, и особенно резко падают цены на российскую нефть, потому что здесь уже можно отказаться от покупок российской нефти без риска того, что нефть подскочит в небеса. То есть, в принципе, можно, что называется, сказать, все, Путин не хочет проводить по такой-то цене, просто уходи с рынка, и там Сын-Дуфская Аравия с удовольствием возместит эти объемы, потому что нефти избыток на рынке. То есть, фактически, главный союз Украины является скорее, не буду, знаете, рецессия, но резкое замедление экономики, потому что спроса нет, а когда спроса нет, цена падает. Давайте, знаете, про что поговорим? Вот основная цель вообще всего, что происходит, санкции и все действия нашего Альянса, это чтобы не дать возможность России зарабатывать деньги и вкладывать их в войну. То есть, хотя бы таким экономическим способом прекратить как можно быстрее убийство украинцев. Но мы не говорим сейчас о том, что если доходы падают, то это не значит, что доходы падают у всех. Доходы падают далеко не у всех. Поэтому те, кто влияет на процессы продолжения войны в Украине, их не сильно колышет вот все эти цены, про которые вы сейчас говорили. Давайте будем объективными. Правильно? У меня вопрос следующий. Нет, подождите, не совсем правильно. Их очень колышет. Не совсем правильно. Хорошо, прошло, документируйте. Их колышет сильно, потому что они не могут... Прелесть денег, вы можете их тратить. Если у вас куча денег, но не вы можете, как обычно, ездить на Сардинию, отправить детей в лоб. И все равно вас это очень волнует. И я знаю, что путинская элита как раз недовольна всем, что происходит. Они все трусы, в общем. Не могут что-то сделать. Но их очень волнует. Хорошо, их колышет. Их колышет, но ситуация не меняется. Деньги на ракеты откуда-то берутся, правильно? И обстрелы, и бомбежки наших городов продолжаются. Это не говорит о том, что глобально эти санкции сейчас положили экономику России, и все восстали. Вопрос следующий. Абсолютно верно. Да, вопрос следующий. Смотрите, я просто сейчас цифры назову, которые мы неоднократно вспоминали, я их сейчас немножко освежу в памяти. Даже с учетом, что некоторые страны останавливают, это было в июне месяце прошлого года, останавливают или постепенно прекращают закупки энергоносителей, доходы России от нефти и газа в этом году составят около 285 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg Economics. А это превысит показатель 2021 года более чем на одну пятую. А добавьте к этому и другие товары, и это более чем компенсирует те 300 миллиардов долларов в валютных резервах, замороженных в рамках санкций. Учитывая все сказанное, они заработали больше даже, чем в 2021 году, то есть есть на чем продержаться. Да, это то, что я вам говорил, это то, что я с чего начал. Да, и теперь вот вопрос следующий. Учитывая новые пакеты санкций, учитывая цены на нефть и так далее, и учитывая опять же новые экспортные рынки Российской Федерации, куда она даже по этим ценам продолжает продавать нефть и зарабатывать деньги, за счет чего их подушка безопасности будет продолжать держаться в 2023 году? За счет каких еще средств доходов? Да, давайте скажем, то есть видите, вы сказали, в Глумбе уже более свежие данные, я просто, у меня данные чуть более старые, но они немного более точные. Вот по первым веке месяце даже рост был 40%, а не 20%. То есть это уже, видимо, покрывает четвертый квартал, когда уже произошло значительное снижение цены на нефть. Вот. И здесь же главное, это вот, давайте другой пример я приведу, наркотики, да, наркотики запущены во всех странах. Ну, в любой стране, если у вас деньги, вы можете купить наркотики, вопрос, сколько вы за это платите. И действительно, страны Запада, например, ввели ограничение на импорт, и вы спрашиваете, почему там ракеты до сих пор производятся, летают. Вот страны Запада ввели на импорт полупроводников, и действительно, мы видели, что в апреле и в марте резко упало импорт проводников в России, то есть там типа в 6 раз. Ну, уже в мае начался рост, и в июне достигли, а в августе уже был превышен уровень. Просто несколько стран решили воспользоваться ситуацией, то есть это там Китай решил воспользоваться, Турция, Эстония. Они решили заработать на этих, ну, если есть какой-то куча денег, кто готов на коту покупать, давайте мы с удовольствием будем продавать Путину полупроводники, чтобы он там в том числе в ракеты вставил. Вот, и чтобы вы понимали, в августе и в сентябре импорт полупроводников уже превысил довоенный уровень. То есть он не то, что сравнялся, он превысил. И Китай, это вот такой большой слон в комнате. Китай поставил больше полупроводников, чем вообще весь российский импорт полупроводников до войны. Вот, поэтому тут главное, еще раз, если у Кутина деньги. Вот, как вы и сказали, статистика Bloomberg, и, как я сказал, статистику, которую я беру из очень детальных данных по отгрузкам нефти, у Путина вообще не было проблемы с деньгами. Настолько не было, что даже в июле стал шантажировать Евросоюз с исключением газа. То есть у него денег было столько, что он говорит, давайте я вам вообще там газ персонально покладываю. Сейчас ситуация другая. И мы уже видим, что резко в декабре снижают цены на нефть. Мы уже видим, что рубль упал, он был 50 рублей, 51, по-моему, был в июле. Сейчас он там 70, то есть 40% девальвация. Мы видим, что Путин уже проводит совещание и требует обеспечить, как по волшебной палочке он говорит, требует, чтобы отведение от этих потолков. Наш бюджет не пострадал. Ну, конечно, в общем, бюджет не построится, не скажет, как хочет Путин. Поэтому в этом году уже будет существенно серьезная ситуация. Я очень надеюсь, что Путин придется делать непростые решения. Потому что в 2003 году, в 2002 году ему потолок денег на все. Ему потолок денег, чтобы и убивать украинцев, и чтобы платить пенсии, зарплаты без существенного снижения. И чтобы поддерживать компании, которые потеряли кучу, на самом деле, выручки. Потому что там производство машин упало в два раза. То есть он в Автовазе, Автоваз, он сказал, что у нас в два раза. И это лидер рынка. То есть это у них еще меньше всего упало. В остальных там просто рухнулся. Это же все нужно компенсировать. И я очень надеюсь, что Путин придется скоро принимать какие-то решения непопулярные. Я не сомневаюсь, что он будет продолжать тратить деньги на войну. К сожалению, это у него идея фикс. Смотрите его новогоднее обращение, что он готов просто воевать до последнего украинца, до последнего россиянина. Но ему придется сокращать затраты на другие расходы. На пенсии. Уже, кстати, пенсии проиндексировали меньше, чем инфляция. Значит, что в реальном выражении пенсии на 7% упали. Придется также сокращать зарплаты. Придется, может быть, задерживать зарплаты. И вот это будет рост напряженности. Очень надеюсь, что россияне как-то проявят свое недовольство. Не знаю, потому что россияне настолько запуганы, настолько 20 лет запугали всех, то я даже не очень уверен, что если Путин начнет сокращать зарплаты, пенсии, то народ выйдет на улицу. Максим, смотрите, вот хотел бы, чтобы вы прокомментировали такое утверждение, что, ну, по сути, в России именно бедность толкает россиян, ну, во множестве случаев, именно идти на войну, потому что им обещают большие выплаты, и можно хоть как-то улучшить свое положение. Вот как вы, согласны с этим или нет? И вдобавок от себя отмечу, а скажите, а что нужно делать Европейскому Союзу, странам Запада в целом, какие решения принимать в отношении санкций или каких-то ограничений, чтобы Кремль подталкивать не идти на войну, а сворачиваться в этом плане? Есть ли что-то? Да, 100%. Всегда призыв в России был налогом на бедность. Ну, то есть это не секрет, что все там средний класс и богатые отмазывают свои дети из деревень. Сейчас риск много больше, это еще больше налог на бедность. И это, опять же, не то, что люди даже сами идут, да, конечно, они рады этим деньгам как-то, но почему Путина в мобилизации? Не хватает людей, которые добровольно шли, но они закончились в сентябре. Вот, поэтому все равно это идут бедные, потому что, ну, бедным просто, ну, это дорого уехать в другую страну, ну, там, и надо понимать, куда, как, нужно какие-то языки знать, нужно там загранпаспорт элементарный иметь, который сейчас вам не выдадут, скорее всего, если вы мужчина, чтобы вы просто уехали там, да. Вот, поэтому, да, бедные, они образованы, у которых головы забиты пропагандой. Ведь Путин построил мощнейшую машину пропаганды. Вот, ее люди недооценят, что вот, там, типа, обалование, да. Какую машину пропаганды могут кого угодно обалование. Поэтому, в общем, бедных людей, у которых мало образования, которым можно рассказать свою версию истории, что, там, Крым всегда был наш, исконной русской землей, чтобы, там, Украину придумал Ленин и все остальное, ну, это же, как бы, вот, что там, Путин же брать не будет, с телевизора брать не брать не будет. Это все, к сожалению, очень сильно ложится. Поэтому, к сожалению, Россия нищая страна, и у Путина бесконечный ресурс. То есть, я бы не рассчитывал, что в России кончат солдаты. И, в принципе, надо понимать, что, я понимаю, что в Украине не жалко российских оккупантов. Это абсолютно разумная точка зрения. Но, чтобы убивать оккупантов, нужно и украинцам погибать. И это, конечно, огромный, как бы, и ущерб для Украины, все эти мобилизованные. А что Запад может делать? Я вот неоднократно писал, ну, раньше, что нужно было делать. Это вот я прям с марта, с апреля требую, не только я, вот тут намного более активно требовали мои хорошие друзья, там, Сергей Гуриев, Олег Исход. Они много написали статей на немецком, в том числе, там, Шпигель, все, ну, типа, прекращайте Путину слать миллиарды, прекращайте. Это же все люди на войну. Но, к сожалению, это не сработало. Я говорю, сейчас уже, я не знаю, какой будет эффект, но рецессия важнее, чем санкции. А что нужно делать? Ну, я тоже пишу регулярно. Нужно завалить Украину оружием. То есть, у меня до сих пор, я когда читаю все эти разговоры политиков в теплых кабинетах, что вот там поставить, не поставить, как поставить, ну, там, вот, в дне ракеты привлекают, люди там гибнут постоянно. Ну, как можно вот вести вот эти разговоры, так вот, однокорно, уже там 11 месяцев война закончится. Я считаю, что западное общество должно давить на свои страны, чтобы просто слали Украине много оружия. И это приведет к тому, что жертвы сократятся, причем не только у украинцев, но и россиян. Потому что, как только Путин поймет, что Украины, ну, представьте, там, вы там деретесь, да, пока у вас бой у меня силы равны, вы продолжаете битву, потому что у вас есть шанс ходить на победу. И пока выглядит так, что у России и Украины силы примерно равны на поле боя, и мы видим, что вот нету уже, там, три месяца значительных продвижений ни в одну, ни в другую сторону. То есть ты бьешься и думаешь, ну, может, там, у западного общества терпение, лоб, надоест помогать. Это стратегия Путина. Если Путин увидит, что Запад поставил Украине кучу оружия, вот реально, там, всякие Абрамсы, там, Брэдли, там, Леопарды, в таком количестве, что украинская армия может успешно перейти в наступление и отхватывать поселки за поселок, город за городом, то зачем Путину воевать? Он же не хочет постоянно нести поражение. Как только он увидит, ну, кстати, вы уходите на улицу и увидите, там, 10 человек против вас, там, с кастетами. Скорее всего, вы, там, попытаетесь договориться или ретироваться. Вот Путина нужно, где человек с кастетами, что вот если он не уйдет, ну, как бы, это все будет то же самое, только с кучей потерь. И я вот считаю, вот это вот то, что Запад должен делать. Простите, что я улыбаюсь, я просто вспомнила как раз то, как увидят там у Путина те машины боевые, пехоты или там чего, которые еще не дошли до наших просторов, но уже их уничтожили. Поэтому вы говорите, если он увидит, он испугается. Нет, он увидит, он поймет, оно уже уничтожено, а чем дальше не пойти. Но это лирическое отступление. Короткий вопрос вам задам. Еще один болезненный момент, который мы обсуждаем, в частности, в наших эфирах. Вы говорите, бедная страна Россия, но коррупция меньше не стала. Даже коррупция, если уже говорить про оборонпром тот же самый и Суровикина, которые показывали дворцы, в которых он живет. Ну и все остальные деньги, которые продолжают выводиться из страны. Это не задевает Запад? Все эти пакеты санкций, они равнозначны с теми ограничениями, которые вводятся на коррупционные деньги? Понимаете, вот это большая беда на самом деле, что вот было такое. Я по профессии ученый, и ученый исследует коррупцию. Моя диссертация про коррупцию и конкретно про российскую коррупцию. Я как раз считал, сколько и куда там Газпром денег выводит, сколько РЖД, ну и прочие путинские жулики. И весь мир вот смотрел, окей, вот есть какая-то страна Россия, есть какие-то дикари, давайте мы будем убрать нефть, от них газ, слать им бусы стеклянные. Пусть они там друг друга там вот что хотят делать, пусть там Путин там концлагию устраивает, пусть он там оппозицию представит. Ну, в общем, у нас все хорошо, все мирно. В конце концов, проблемы русских шерифов не волнуются. Но проблема-то не в том, проблема в том, что Путин в этом случае, не нужно сказать умно, но очень хитро использовал эти коррупционные деньги. Он в том числе скупал просто пачки политиков не только там каких-то там не очень богатых стран, да, там как, я не хочу привести примеры, чтобы не обидеть ни кусть, ни богатую, ни большую страну. Но он скупал политиков из таких стран, как Германия, ну, то есть там Шеддер, это уже притчевый язык, что он там скупил его с потрохами, и просто он главный лоббист Путина, это канцлер Германии, да, там, министр иностранных дел, там, Австрии, вот, Липен, которая очень близко была тем, что победитель на этих выборах, она там деньги от Путина брала, это просто известный кейс, а сколько не известный, там, Горбан там с Путин чуть не бьется, но целуется. То есть он просто, вот эта коррупция, которой все думали, что это просто-просто вот Путин там что-то внутри себя делать, нет, она расползлась по всему миру, особенно по Евросоюзу, то есть в Америке меньше, потому что у нее было меньше интересов, но по Евросоюзу она очень расползлась, и вот я подозреваю, что в том числе, почему эти санкции под российские нефти не были приняты в марте, ну, потому что, в общем, он сказал, отрабатывайте, я вас там покормил, я вас поил, ну, давайте, как вот, может, видели там, почему там российский либерал-система так называемая, никто там не осудил войну и продолжает работать, ну, вот вышло расследование про Грефа, в общем, Грефа куча миллионов, которые он выводил, вот он теперь работает на Путине, я думаю, была похожая история, чуваки, вот, я вас кормил, 20 лет поил, давайте, отрабатывайте, в общем, они отрабатывают, и посмотрите, какой раз драй в Евросоюзе, ну, это просто, вот, просто стыдно, на мой взгляд, что вот 10 месяцев после войны, вот эти все санкции половинчат, первая с этой недели была неплохая, когда, видимо, еще не успели за ниточки дергать, первая неделя была очень бодрая, я очень, почему я и многие экономисты говорили, что российская экономика скоро рухнет, меня сейчас постоянно это предъявляет, вот ты говорил, рухнет, да, потому что первая неделя очень бодро, там, и резервы заморозили, и там, куча других санкций, а потом хоба и полный стопор, вот, вот в этом опасность коррупции, понимаете. Максим, спасибо вам за разговор, Максим Миронов, профессор в бизнес-школе Института ДМ Пресса, Мадрид был с нами на связи, спасибо вам за разговор.